Здравия, друзья! С вами я, Шевченко Александр, и это канал Академии Счастья. Мы говорим об улучшении качества жизни, о том, как можно изменить свою жизнь к лучшему. То есть повысить свои вибрации, понять себя, улучшить свое состояние. И самое главное, сегодня поговорим об отношениях, о сексе, о детях, о том, как это можно тоже все улучшить. Потому что каждый человек наверняка стремится к тому, чтобы познать другого человека. То есть не только себя, конечно, это тоже очень важный момент, потому что не познав себя, не можешь познать другого. И по сути вот я большую часть своей жизни посвятил тому, чтобы познавать свой внутренний мир. И возможно даже это было слишком много выделено этому времени. И теперь моя цель это переключиться и помогать другим. То есть понимать взаимодействие с другими, то, как это все устроено. Поэтому мне будет очень важна обратная связь от вас. То есть что можно поменять, что можно улучшить вообще, на какие темы записывать видео. То есть поэтому пишите в комментариях все, что, как говорится, приходит к вам на ум. Все, что вы хотели бы узнать. Вот, какие вопросы осветить. То есть как строится мое видео. Да, я сначала рассказываю теорию где-то 5 минут. Потом пару минут практика. И потом завершающие 2-3 минуты я рассказываю, ну скажем так, о тех вещах, как можно там со мной связаться. Да, то есть такие моменты, что я еще делаю. Самым важным моментом вот на моих взглях в отношениях является честность. Почему честность? Честность прежде всего с самим собой и с вашим партнером. Потому что когда вы можете быть осознанным, честным, то у вас происходит процесс гармонизации. То есть процесс взаимодействия. И вы можете четко понимать и себя, и другого. То есть честность это и открытость, когда вы можете говорить то, что вы чувствуете. И вот в этом происходит важный момент. То есть когда вы честны, вы можете открываться, идти навстречу. И это происходит как процесс такой гармонизации личности. И соответственно, когда вы гармоничны, вы можете общаться с другим человеком, как с самим собой. То есть вам не нужно думать, мне это говорить или нет. Вы просто говорите то, что вам хочется. Ну конечно, не надо говорить какие-то там грубости или какие-то вещи, которые могут обидеть человека. Потому что вы сами понимаете, что если вам не хотелось бы, чтобы вам так говорили, то вы другому не будете это говорить. Бывают какие-то разговоры, когда нужно сказать правду, начистоту. Но опять же, это должно быть с целью помочь другому. То есть не навредить, а именно помочь. То есть когда ваша цель помочь, тогда любое общение будет идти во благо. То есть вы должны у себя понимать, что ваши действия должны направлены быть на благо для себя и для другого человека. Вот таким образом это все работает. То есть благо это имеется в виду, когда вы улучшаете состояние. И опять же, если хотите другому как-то помочь, просто поговорите с ним, узнайте, нужна ли ему такая помощь, как он отнесется к этому. То есть это тоже важный момент. Взаимодействие. То есть что такое взаимодействие? Это когда мы объединяемся, два человека, более может быть, да, команда целая. И общаемся, да, взаимодействуем, то есть понимаем друг друга, да. То есть и наша цель взаимодействия это то, чтобы когда мы объединяемся, чтобы нам было лучше вместе, да, чем поодиночке. То есть только для этого нужна команда. Для того, чтобы понимать друг друга, для того, чтобы видеть, что происходит, чтобы иметь обратную связь. Для того, чтобы вы могли осознанно и легко двигаться по жизни. Вот для этого мы создаем, например, семью, группу, команду, да, человечество. То есть, и чем больше таких участников команды, тем этот процесс идет быстрее, да. Почему? Потому что быстрый процесс – это залог быстрой эволюции сознания. Вот, и поэтому, чем больше у нас, ну, по сути, количество переходит в качество. Вот, то есть, когда какое-то количество людей начинает что-то осознавать, это на качественном уровне меняет наше сознание. То есть, сознание – это, по сути, совместное знание. То, что мы говорим про хроники Акаши – это все верно. То есть, мы можем подключаться и иметь это знание у себя прямо здесь и сейчас. То есть, об этом говорят многие, и это может делать каждый. То есть, не только какие-то хранители или проводники, а каждый может подключаться к этому состоянию. Самое главное – это очистить сознание. Вот, когда мы делаем процессинг, мы очищаем сознание от негативных зарядов, которые там накопились. И чем больше у нас осознанности, тем проще нам подключаться и делать правильные суждения. То есть, суждение в каком плане? Это не просто логический вывод, это как озарение. То есть, озарение приходит в процессе сессии. То есть, мы подключаемся к определенному состоянию источника и получаем, черпаем оттуда озарение. Вот можете по этому поводу, кстати, обратиться к практике тета-исцеления. Вот, она тоже очень хорошо помогает в этом. То есть, в данном случае процессинг – это и есть практика тета-исцеления. В каком плане? Что мы, когда действуем? Мы действуем из-за всеопределенного состояния, состояния источника. То есть, мы подключаемся к источнику, как можно что-то внешнее это рассматривать, можно рассматривать это как самого себя в более высоком состоянии. И вот из этого состояния источника происходит процесс гармонизации. То есть, мы подключаемся к этому состоянию, наблюдаем, что происходит, и происходит процесс исцеления. То есть наша цель это соединиться с этим состоянием, понять, скажем так, как мы можем взаимодействовать и послать четкий запрос, да, то есть четкое утверждение, например, исцеляем там боль в моей голове или исцеляем мои внутренние органы, там, да, например, желудок, да, или мы исцеляем состояние страха, да, которое появилось у меня. Вот и таким образом мы даем четкий запрос, четкую команду, это происходит исцеление. Вот как бы так работает практика. В процессинге немножко иначе, сейчас я покажу, как это работает, вот, давайте сделаем такую небольшую сессию, сядьте в удобном месте, прикройте глаза и создайте пространство для сессии с помощью намерения. Ощутите себя в этом пространстве, свое тело, почувствуйте это пространство и наполните его любовью, это тоже важный момент. И посмотрите в этом пространстве, есть ли что-то, что мешает вам, да, что, например, создает какие-то дисбаланс, может быть, с вашим партнером, да, с вашим мужем, женой, детьми, там, родителями, то есть, ну, в вашей семье, например. И если это есть, то есть, какие-то, ну, такие вот вещи, которые мешают, да, разделяют общение, проработайте их, то есть, посмотрите, что это, например, если это страх или боль, какая-то бессознательность, какая-то негативная эмоция, посмотрите, откуда она приходит, из какого случая, вернитесь в этот случай, перепроживите его с полным принятием. Вот, и когда вы это сделаете, вы почувствуете облегчение. Если облегчение по какой-то причине не произошло, проработайте случай еще раз и еще раз, пока вы не почувствуете, что это ушло. И состояние всеопределенности, то есть, состояние источника, это происходит гораздо быстрее. То есть, вы можете посмотреть, ну, как бы, состояние всеопределенности, это когда вы не привязываетесь к одной точке зрения, рассматриваете сразу множество точек зрения. И тут большое количество игроков, и вы можете обратиться ко всем ним, чтобы они вам помогли из этого состояния. И каждый, кто захочет присоединиться, таким образом усилит вас. То есть, в этом состоянии вы будете действовать уже как команда, вот, и, соответственно, эффективность процесса будет гораздо выше. Поэтому, действуя из состояния всеопределенности, вы помогаете и себе, и другим, то есть, целый, вот, как бы, создаете такое поле для проработки. Вот, если какие-то есть вопросы, вы можете всегда их мне задать, написать в комментариях или в личных сообщениях. Вот, и мы заканчиваем сессию, когда мы получили облегчение, то есть, какое-то новое понимание жизни ушло, то негативное состояние бывает, нужно продвинуться, там, пройти еще более ранний подобный случай. Но суть в том, что мы, как бы, прорабатываем это как целостно, да, то есть, мы взяли один случай, быстренько проработали второй, третий. То есть, мы тратим гораздо меньше времени, если мы действуем из всеопределенного состояния источника. То есть, мы можем это сделать гораздо быстрее, и, соответственно, наше состояние улучшится на порядок быстрее. То есть, мы сможем проработать это, там, то, что мы делали раньше, к примеру, там, полчаса, час, можем сделать за 5-10 минут. Вот таким образом это происходит. То есть, вот сейчас я показала это, в сессии мы это делаем, конечно же, более, ну, скажем так, глубоко. Мы сначала погружаемся в состояние, соединяемся с источником и потом прорабатываем это. То есть, находим те случаи, которые нам мешают, и убираем оттуда негативный заряд, и состояние выправляется. То есть, вот таким образом работает процессинг, и, соответственно, вы можете пройти сессию, то есть, записавшись, это все можно сделать онлайн. Перед сессией я делаю бесплатную консультацию, рассказываю, как это работает, более подробно отвечаю на вопросы. Но суть в том, что я не даю советы, как действовать, а помогаю вам найти собственные ответы. То есть, вот в этом чистота технологии. То есть, не от меня идет знание, а вы сами соединяетесь с собой в состоянии источника и получаете озарение. Я лишь помогаю вам убрать заряд. Также я провожу обучение тому, как можно научиться этой технологии. То есть, можно самостоятельно делать процессинг и помогать вам, самому себе, вашим близким, знакомым, друзьям, то есть, вашим любимым. Вот это очень важный момент. Также есть обучение курсы, то есть, это преодоление подъемов и спадов в жизни и достоинство и целостность личности. Где вы можете обучиться тому, как справляться с подавлением, выбирать своих людей и убрать из жизни проступки, утаивания и стать целостным, честным духовным существом. Опять же, возвращаясь к отношениям, это очень вам поможет. Потому что вы будете чувствовать себя и чувствовать вашего партнера. Вот также провожу программу очищения. Это программа, которая помогает наладить питание. Вы пьете витамины, минералы и бегаете, потеете в сауне. То есть, основная часть проходит в банке, то есть, вы убираете из тела все токсины, наркотики, алкоголь, все, что засоряет, радиация, все выходит. Вот эта программа тоже можно под моим руководством пройти удаленно, прямо в своем городе. Поэтому, если вам нужна консультация, просто напишите мне в личные сообщения, контакты, все мои будут указаны под этим видео. Вот. И, конечно же, если видео вам понравилось, то ставьте нравится, подписывайтесь на канал, добавляйте в друзья в соцсетях и включите колокольчик, как напоминание о новых видео. Они выходят ежедневно. Сейчас на экране появится еще парочка видео. Это о том, как изменить судьбу, как справиться с негативным зарядом. Практика процессинга счастья. Это мой сайт и подписка на мой канал. Поэтому я буду рад вас видеть в друзьях. И, конечно же, пишите, задавайте вопросы, пишите ваши комментарии. Это очень важно, обратная связь. Я начинал с этого. Еще раз скажу, то есть пишите вашу обратную связь, чтобы я знал, что можно улучшить, какие темы интересны и как можем дальше взаимодействовать. Напомню, меня зовут Шевченко Александр. Это канал Академии счастья. И вам желаю гармонии, счастья и всего самого наилучшего. До скорых встреч, друзья!